Это эскалевада. Одно из самых вкусных и, наверное, самых древних блюд на Средиземке. И одно из самых простых и доступных. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Само название блюда эскалевада происходит от каталанского глагола эскалевар, что в переводе на русский означает запекать или жарить на углях. Блюда готовятся чрезвычайно просто, но для его приготовления, заранее приношу свои извинения, теперь уж вам не отвертеться от некоторых трат. В кулинарии качество результата всегда в первую очередь зависит от исходного сырья. Найти приличный красный сладкий перец, ну или более-менее приличный баклажан, небольшая проблема. А вот когда я начинаю вести речь о вкусном оливковом масле холодного отжима, о винном или бальзамическом уксусе, очень многие из вас либо отмахиваются, либо начинают заменять. Коллеги, обращаюсь к тем, кто начинает заменять. Я прекрасно понимаю, что если начать сравнивать стоимость за бутылочку какой-нибудь там слободы, например, маэстро де олива, жаба резко берет за горло. Кстати, займусь пока углями. Ну а тем более, если сравнивать стоимость бальзамического уксуса и столового. Но пусть вас не смущает слово «уксус» в названии бальзамического уксуса. Это я говорю тем, кто еще ни разу этого самого бальзамического не пробовал. Сравнивать их все равно, что сравнивать водку с духами. Вроде и там, и там есть спирт, но духи используют совсем не так, как водку. Бальзамический винный уксус – это приправы с мощным вкусом, мощным ароматом. Разные винные уксусы и вкусы имеют разный аромат. Да даже бальзамический уксус у разных производителей существенно отличается. Как любая приправа, расходуются эти продукты крайне экономно. Когда будете договариваться со своей жабой, вспомните, например, о том, что пакетик черного перца, весом его 20 грамм, стоит приблизительно 1 евро. То есть килограмм черного перца горошком выходит в 40-50 евро. Но вы же его покупаете, несмотря на то, что сладкий болгарский свежий тоже перец, можно купить примерно по 3 евро за килограмм. Хотя и там, и там в названии есть слово «перец». Вы же приправу к килограммаме не употребляете. С уксусом та же самая история. Есть столовый, а есть винный, есть бальзамический. Угли уже разгорелись, пора приступать. Так вот, и с оливковым маслом именно холодного отжима. На бутылках пишут «Extra Virgin Olive Oil». Это по-английски, а по-испански будет «Virkin Extra». Так вот, с маслом та же история. Я вообще-то снимал отдельный ролик про оливковое масло и на что обращать внимание при его выборе. Поэтому, если пропустили, щелкайте сюда и смотрите. Ну, или заглядывайте в описании видео, ссылка там будет. Решетка разогрелась, сейчас протру его маслом, и можно укладывать продукты. Кстати, для овощей это не очень актуально. А вот с мясом, если не хотите, чтобы оно прилипало к решетке, не гладите продукты на холодную. Всегда дайте разогреться, протрите маслом и только тогда укладывайте. Сейчас надо дождаться запекания овощей. Самое главное, это чтобы шкурка слегка обуглилась. Это придаст такой легкий-легкий аромат дыма. Нечто похожее можно, конечно, приготовить и в духовке. Будет вкусно, да, но немножко не то. Угли у меня очень жаркие, поэтому уже пора переворачивать. Вообще, вариантов эскалевады величайшее множество. И традиционно готовят ее на всем средиземноморском побережье Испании. Название это каталанское, но эти два языка, каталан и валенсиана, чрезвычайно похожи. Поэтому родиной эскалевады можно смело считать все побережье Испании, начиная от Барселоны, да даже от Джироны и до Мурсии. И поэтому говорить, что настоящая эскалевада только с луком, или обязательно с чесноком, или обязательно без лука и без чеснока, это бред. В эскалеваде есть только три реально постоянных обязательных ингредиента. Это сладкий болгарский перец, как правило красный, не исходя из вкусовых предпочтений, а просто для красоты. Баклажан и оливковое масло холодного отжима. Все, запеклось, пора снимать с огня. Я всегда добавляю, потому что этот вариант не особенно нравится, я вам его рекомендую, свежий чеснок, соль и винный или бальзамический уксус. Совсем немного. Эскалевада это холодная закуска, ну или салат, если хотите. Поэтому готова она будет только завтра. Сейчас я его еще закрою пленкой, так после остывания с них будет гораздо проще снять шкурку. Теоретически скалеваду можно хранить в холодильнике дня два-три, это если со свежим чесноком. Без свежего чеснока, наверное, и дольше простоит, но я бы на вашем месте не надеялся. Съедят. Даже если амбарный замок на холодильник повесите, все равно съедят. Не знаю, как доберутся, но съедят гораздо раньше. Итак, все остыло. Снимаю шкурку. Из перца, кроме шкурки, нужно еще постараться ударить все семечки. А баклажаны удобнее чистить. Так, разрезаю вдоль, а сердцевину снимаю ложкой. Занятие, конечно, довольно свинское. Чаще всего овощи в скалеваде режут ломтиками, но не морочите себе голову, форма ни на что не влияет. Вот чеснок я рублю очень мелко. В таком виде он гораздо равномернее разойдется в этой восхитительной закуске. А теперь все смешиваю. Вам могут рассказывать сказки про укладку слоями, про первый слой только из баклажанов или из перцев, про чтение молитв и прочих заклинаний. Посылайте всех знатоков в баню. Настаиваться из скалевада будет в холодильнике часов 8-10. За это время все великолепно пропитается без всякого шаманства, без молитв. И еще, в описании этого ролика я не буду указывать точных пропорций. Да их и не может быть. Пробуйте и делайте на свой вкус. Главное учтите, что когда положите чеснок, вам сейчас сначала может показаться, что его маловато. Не спешите. Он всю свою остроту отдаст только на завтра. Так что аккуратнее, не переборщите. Ну вот, в таком виде я и отправлю все в холодильник. До завтра. Утро красит нежным светом. Доброе утро. Эскалевада уже настоялась. Сейчас будем снимать пробу. Подают ее и на тарелках, и на тостах, как я это делаю сейчас. Красота. Ее подают даже с жареной треской. Ну что, снимаю пробу. Ммм, запах дымка, чесночок. Болгарский перец от жару глинь стал еще более сладкий. Появил с тобой карамельный привкус. Великолепно. Легкая кислинка бальзамического уксуса. Очень ароматное оливковое масло. Это очень хорошо. Просто отвал башки. Очень простое блюдо. И умопомрачительно вкусное. Даже если у вас нет возможности сейчас выбраться на природу к мангалу, запеките овощи хотя бы в духовке. Ну а для запаха дыма можно парочку щепок в фольгу завернуть и бросить в духовку. Я думаю, это хоть немного, но сделает, похоже, вашу склеваду на настоящую. Это феерически вкусно. Спасибо за компанию. Адьос, агегас.